Привет, меня зовут Павел Белинский, и сегодня мы вышли к театру юного зрителя, что находится в Санкт-Петербурге, и спрашиваем жителей о недавнем случае в селе Санниково, где женщина упала на колени перед Медведевым, для того, чтобы ей наконец-то домой подали горячую воду. Вот и спрашиваем людей их мнение. Как вы относитесь к такому виду общения с властью? Не знаю. Ну, значит, у нее больше безвыходная ситуация. А на ваш взгляд, какие приемлемые условия общения с властью, и вообще, какими они должны быть? Без комментариев. Ну, надо народ послушать. Думаете, падать на колени это нормально, или есть какие-то другие варианты? Другие варианты уже все, наверное, использовано, поэтому она, наверное, на колени падала. То есть это все-таки из-за безвыходности? Ну, скорее всего, да. Как думаете, а вообще такие просьбы исполняются властью, или были прецеденты? Скорее всего, нет. Потому что люди поэтому вынуждены на колени упасть. Ну, и народ очень плохо живет. Что вы думаете по такому поводу или виду общения с властью? Падать нужно не на колени влетать, а идти в администрацию. То есть не поддерживаете такой вид общения? Конечно. А как? Это не уважать себя, падать в колени. А на ваш взгляд, каким образом вообще должен выглядеть диалог с властью? Вообще, по большому счету, это не власть. Такие же люди, как и мы, которым делегировали полномочия. Поэтому с ними разговаривать может быть даже и по-другому. Но падать в колени это не уважает самого себя. Как вы относитесь к такому виду общения с властью? Позор. Просто позор. Это ужасно, что по-другому нельзя. Просто стыдно. Вы думаете, что по-другому нельзя? Или все-таки есть какие-то способы? Нет. Может быть, она уже все испытывала. Я знаю, что там куда-то ходят, обращаются, подают заявление. Но иногда это бывает совершенно напрасно. Может быть, женщина уже по всем параметрам, так сказать, попробовала что-то поискать. У нее не получилось. Поэтому вот так ей пришлось. Не знаю. Но это ужасно. От стыда умереть можно, честное слово. На ваш взгляд, вообще как нужно общаться с властью? И какие способы приемлемы? Ну, я не очень люблю вот эти протестные митинги. Мне это не очень нравится. Там очень много безобразия хулиганства. Но надо без конца обращаться. И причем не поодиночке, а объединяться в какие-то сообщества. И вместе пытаться добиться справедливости. Все-таки, на ваш взгляд, общность решает? Да. Безусловно. Безусловно. Конечно. Конечно. А вот это то, что творится иногда, знаете, мне это не нравится. Потому что я не хочу и революции, не приведи Господь, там каких-то переворотов страшных. Мне кажется, при любой власти можно позаботиться о себе, о своих близких, о своих друзьях вместе решить проблемы. Ну, трудно, конечно, но надо. Надо. Ну, что делать? Наконец-то дали воду горячую в дом. Кошмар. Как вы относитесь к такому и какое ваше мнение? Мне не нравится, когда кто-то падает на колени. Никогда. То есть, на ваш взгляд, это неприемлемо? Нет. Мне это кажется очень странным. А какие вообще, на ваш взгляд, есть способы общения с властью? И вообще, какие они бывают? Писать надо. Писать. Все время пытаться отреагировать. Любыми другими способами, но не на колени. Не на колени. Как вы относитесь к такому общению с властью? По-моему, это просто глупо. Я понимаю, конечно, человек загнали в такую ситуацию, что ей уже по-другому никак. Но, по-моему, немножко диалог с властью должен выстраиваться на партнерских отношениях, а не раболепости. Как, например, какой вид общения вы считаете доступным, достойным? Ну да, диалог непосредственно. Просто прийти, например, к губернатору и объяснить ситуацию? Ну, а почему бы нет? Ну, безусловно, это хороший вариант. Гораздо лучше, чем падать на колени. Благодарю, спасибо. Все хорошо. До свидания.